Я сегодня первый выиграл? Да. Яковлев не выиграл? Нет. Он выиграл? Ну, у меня когда с разделки я уходил, мне ребята говорили, ты должен начать эту линию победную. И мне легко удалось. Во всяком случае, кто бы не выиграл, это был бы российский боец, который выиграл из нас. Так что сегодня это был я. И Сергею я желаю дальнейших успехов. Мы с ним поговорили прямо в октагоне. У нас какие-то разногласия были. Мы все решили на месте. Другого сразу поняли. Спасибо. Что с глазами? Не знаю. Что с ним? Красный. Смотри. Не знаю. Может, перенагрузился. Может, у меня бил и попадал в область лица. Он все время таким мелкими точками работал. Дальше кого хотел бы видеть следующим соперником? Не имеет значения, кого бы я хотел видеть следующим соперником. Единственное, я знаю, что мне нужно физически лучше подойти к следующему бою. Потому что Сергей не самый крупный боец в этой дивизионе. И не самый физически сильный. Я почувствовал его мощь сразу же. Когда я прошел ноги, он двумя руками отключил мою левую руку. И я не мог эту руку вырвать. И я понял, что такое 77 кг. Но я буду по-другому в следующем бою готовиться. Рустам, такой вопрос. Ты сейчас выиграл седьмой из последних поединков. Все они прошли за пределами США. И понятно, что отсутствие на американском рынке мешает продвижению. Как дела обстоят с визой? С визой дела никак не обстоят. Пока все тяжело. Единственное, хорошая новость, что Абудаби подписал контракт на пять лет. И это дает какой-то шанс у меня выступать уже с топовыми бойцами. Рустам, ты говоришь, что у вас с Сергеем было какое-то разногласие. Что это было за разногласие? И стало ли это причиной того, что на взвешивание произошло? Вы знаете, да, к этому все шло. Я с ним только что разговаривал после боя. Я ему подошел и сказал, что не нужно было со мной меня вызывать на бой. Это неправильно. Объяснил ему и он сказал, что он никак не старался вызвать. Его перефактом поставили. Он сказал, что ему сказали, что я должен подраться с ним. Он хочет с собой драться, то все. И он сказал, что я согласился. Я вообще не имею для меня значения. Он русский, дагестанец, чеченец. Кто он? Просто я хотел драться с иностранцами. Для меня это психологически даже лучше было подраться с иностранцами. Из-за этого я так воспринял, что он на меня как бы хочет газгать, что он хочет меня вызвать на бой. Конечно, мне не понравится. И я два раза был агрессивнее везде, когда я его видел. Потому что это как бы наличное. Я его соотлично и никак к нему не придирался. Мне сказали, что именно он хочет с тобой драться. Рустам, тебя можно назвать уже ветераном UFC. Тогда как Сергей только начинает свой путь в промоушене. Можешь сказать, как ты думаешь, что ждет его в будущем? Уже зная его в бою. И какой бы совет ты ему мог дать? В первую очередь, я ему советовал бы, чтобы он больше уделял время борьбе. И второе, чтобы он поработал над своей уносливостью. Так как я смотрел предыдущие бои, он в втором раунде уже подседает. В третьем раунде он бывает никакой. То же самое сегодня произошло. И почему я в первые два раунда проходил в одну ногу? Потому что он хорошо оттягивал бы. А в третьем раунде я уже видел, что он полностью устал. Я сделал рывок две ноги. Просто я видел, что он уже не особо много двигается на ногах. Я просто залетел две ноги и сбил легко его. Рустам, вы сказали, что бои между россиянами кому-то нужны. Бои между двумя российскими бойцами кому-то интересны. Я видел, что у вас было в детстаты. Не изменили мнение об этом? Потому что мы же с коллегами общались. Довольно интересно смотреть. Потому что мы знаем вашу историю, знаем историю Сергея. И, по-моему, это был пока самый интересный бой на турнире. Потому что два бойца с понятными историями. Может быть, это для российских фанатов интересно было. Но для иностранцев, я не думаю, что так интересно это было. И я сказал, что это мне лично неинтересно. Потому что, как только что сказали, я уже ветеран в этой организации. Он только один бой сделал. И он только свой путь начинает. Конечно, для него это выгодно. Сегодня чуть больше борьбы было от тебя. И люди привыкли к тому, что у тебя яркие приемы, суплексы, все, что только может быть. Планируешь ли ты это возвращать? Потому что люди привыкли, что ты зрелищно дерешься и были расстроены, когда ты выбирал тактически. Вы знаете, я вот сказал, если мы войдем к клинче, я его запущу оттуда. Но каждый раз, когда я заходил ему за спину, четко и ясно я слышал, как его угловые ему кричали «не вставай, не вставай». И прямо говорили «сиди». Я не знаю почему, потому что они, может, знали, если он будет подниматься, я буду его запускать. И он супа сидел там на одном колене, одно колени поднял, а другое постоял на землю. Я его держал за захват, я думал, когда же он поднимется, чтобы запустить его. Так что я максимально старался показать бой. Обычно он в этом захвате, он старается там делать подхват, но он даже не попытался. В первом раунде, когда вы стояли еще в стойке, послышал, что Аплманап на тебя довольно жестко прикрикнул, что не нужно драться в стойке и прочее. Что он тебе говорил там между раундами и был ли он того недоволен? Нет, он сказал, после первого раунда он сказал, ты его прижимаешь к сетке, все правильно. Он сказал, чтобы я взял двумя руками за одну ногу и забрал его под себя. И во втором раунде, когда я уже весь первый раунд увидел, у меня одна рука была вот так. Он держал двумя руками. И во втором раунде судья ему четко подошел и сказал, не держи пальцами перчатку. Видимо, он засунул пальцы перчатки. И я начал смотреть, сделал ли он это. Но я не видел, я не знаю, он держал или нет, но это нереально было вот так держать одну руку. Как только я не старался вытащить. Потом, после того, как судья сделал замчание, я вырвал свою руку и взял вторую ногу и сбил, как сказал тренер. В следующем бою я сказал, что у меня нет разницы с кем подраться, мне дадут следующего соперника. Таких бойцов, как Масфидаль, мы знаем, что он сейчас на высоте. Он уже считает, что претендент, он в следующий бой может драться за пояс. Это сто процентов, наверное, что он будет драться за пояс. Мне нужно ярко выиграть хоть один бой, чтобы прежде чем вызвать его на бой. Видел ли ты бой Абубакара, который Магомедова когда был в раздевалке? Да. Я очень огорчился, я начал нервничать. Тренер мне подошел, сказал, не обращай внимания, готовься на свой следующий бой, сосредоточься на свой следующий бой, не обращай на это внимания. И я начал дальше работать на лапах. И на самом деле он дал правильные подсказки, потому что я начал нервничать. Немного продолжу вопрос. Ты с Абубакаром сейчас в раздевалке успел пообщаться по дворилке? Да, он был очень сильно расстроен. Я ему сказал, что его только путь начинается. И с каждым боем он будет набирать опыт. И это всего лишь маленькая ошибка, что его ждет большое будущее. Конечно же, мне было бы интересно драться с такими именами, например, как Энтони Петтис, который перешел на 77. Он не такой крупный боец, и ему там будет с каждым разом тяжело, если он попадется с крепким борцом. Я, конечно, хотел бы с таким бойцами, как Петтис, как Диас, с любым. Разницы нету. Я не так сильно знаком с 77 бойцами. С любым известным именем я бы подрался.